итак друзья на маршруте я около двух часов ничего не снимала просто ломила быстро и решительно но ломила не как вот а скорее как беспечная леса то есть я шла по человечим тропам по дорогам это позволяло мне развить приличную скорость идти не останавливаясь и в итоге я за два часа преодолела в районе 10 километров это хорошо и вот где-то здесь когда я уже зашла на более-менее дикую территорию то есть я отошла от троп различных вот где-то здесь я уже буду думать о стоянке о лагере и уже пойдут съемки какие-то ну а зайдя за дорогу за тропой уже в лес тут уже конечно надо включать режим лося потому что здесь уже другой совсем формат перемещения по местности уже ветки и однако вот тут не сказать чтобы тропа ну что-то вот что-то близкое к тому и такие вот заросли вот тут уже начинаются такие знатные завалы из больших деревьев завалы старые древние судя по тому какие трухлявые деревья а вообще солнечный день погода замечательная пока ползаю по лесу итак я определилась с местом стоянки и казалось бы вот здесь замечательное ровное место под палатку чего проще ставь танюша палатку и отдыхай я бы так и сделала если бы сегодня шла целый день и очень сильно устала бы была бы рада этому месту безумно это место было бы принято с дичайшим восторгом в принципе это место и принято с восторгом но танюха не ищет легких путей и посмотрев на это шикарное место танюха посмотрела вниз и что-то мне так захотелось установить палатку прямо на берегу реки тем более что северский донец сейчас вода спущена оголился вот этот берег который летом залит водой а сейчас это уникальная возможность поставить палатку там где ее обычно нельзя поставить вместе где обычно вода находится и вот я уже из песка делаю площадку под палатку рою копаю выравниваю посмотрим что получится а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дополнительный мат, как всегда Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Утро такое. Никаких вам рассветов. Туманище на реке. Ну надо же, похоже, я обнаружила вёшку. Вот это да, какая прелесть. Молоденький, красивый гриб. Замечательно. Молодые, красивые. Кстати, я думаю, всё время видео слышу тела и собак. Это ничего удивительного. Ведь прямо на той стороне Донца населённый пункт. А по реке звуки разносят, а у него как. Красота, какие сочные. Молоденькие вёшечки. Молоденькие вёшки. Это что вообще? Парочку приготовлю на завтрак. Остальное домой заберу. Эту большую домой. Шикарно. Очень высокая влажность. Дерево вот я рву. Оно сухое как бы. Но при этом ветки влажные. Ну ещё бы. Туман каждый день. Хочу маленький костерок попробовать ржечь. Оно сухое как бы. 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 Оно удастся в корме. итак теперь у меня есть палаточка ровно на одного человека она маленькая она легкая она компактная она удобная я с ней ходила в походе в первый раз и переночевала это было классно очень нравится здесь есть технический там бытовой можно то есть туда нельзя вылезти но можно положить какие-то вещи оба тут замочек открываю тут у меня посудка и буду готовить завтрак вода конечно кстати в лесу если бы я бы поставила палатку там бы не было проблем с песком но было ли бы это так прикольно как здесь на берегу реки все-таки от водоема есть водоемы хоть костер я разожгла но готовить я буду на газу все-таки это яйцо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотя бы человек в 300 метрах Я его слышу Поэтому я говорила Старалась вообще не говорить А если говорила, то говорила тихо Ну не люблю я себя палить А тут еще рискнула на берегу реки Конечно же в лесу было бы и суши И наверное и теплее И спокойней Но уж очень мне захотелось Именно вот На берегу реки переночевать И мне понравилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok